В зале Национальной библиотеки имени Гамзатова открылась выставка художника Светланы Иранпур «Настроение. Пейзажи, натюрморты» Все это традиционно в ярких тонах и с использованием авторской методики создания объемности картин. Выставка проходит в рамках проекта «Самородки». Экспозицию видела и наш корреспондент Написат Шамхалова. Ей слово. По-детски яркие, солнечные. Картины Светланы Иранпур – это ее цветовосприятие мира, фрагменты из ее жизни, ее настроения. Все работы, а это около 60 полотен, написаны в течение этого года. Это мое настроение. Я говорю, был тяжелый период, с которого надо было выходить. И как-то, взяв руки в кисть, я решила, что нужно не только себе приподнять настроение, но и всем окружающим. Поэтому появились такие яркие, необычные, может быть, где-то краски. Объем на картинах достигался за счет особого нанесения красок. Эту технику придумал муж Светланы, художник Лель Иранпур. Такой прием, по мнению многих, добавляет и без того светлым работам глубину и реалистичность. Это художница, которая творчество трогает людей. У нее замечательное богатство красок, сюжеты ее картин светлые, очень трогательные. Это и пейзажи, и натюрморты. Но, наверное, главная в ее картинах для меня – это ее любовь к красоте. Из тематических работ можно выделить небольшие картины на стекле. По признанию автора, на создание этой серии ее вдохновила поездка в Иран. А именно, иранские миниатюры. Впрочем, главной темой ее творчества всегда оставались пейзажи. По-настоящему это самородок. Человек, который не имеет профессионального образования, не имея. Она достигла высот в живописи, таких, о которых сегодня говорят профессионалы. И действительно, картины Светланы, они не просто радуют, они создают настроение. Настроение праздника, светлая атмосфера вокруг ее картин. И, конечно, хочется, чтобы эти картины были рядом. Уже на протяжении двух лет проект самородки открывает для зрителей новые имена. В основном, это те, кто, несмотря на отсутствие художественного образования, решили связать свою жизнь с живописью. Увидеть работы можно в выставочном зале Национальной библиотеки до 31 июля. Написать Чамхалова, Салих Вихияев, Рамазан Амаров. Время новостей.